Всем доброе утро! Начинаю свой влог с такого завтрака. Кофе и вот такая вкусная лепешечка. Там у нас и сыр, и колбаска, и помидорки, и корейская морковка, и маленькая подогрела на сковороде. Так что буду кушать. И всем, кто кушает, тоже приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что когда я жила с родителями, у нас квартира была 34 квадратных метра, если я не ошибаюсь, полуторка, обычная однокомнатная квартира. Знаю, что в Москве не говорят слово полуторка, но у нас говорят однокомнатная квартира, однушка. Я всегда мыла пол руками, то есть тряпкой, руками, и я не понимала, почему люди моют шваброй. Во-первых, не умела этого делать, как шваброй мыть. И вот когда мы переехали с мужем в эту квартиру, тут квартира площадью в два раза больше. И когда я первый раз помыла пол тряпкой, у меня было такое синее, как будто я сделала серьезную какую-то нагрузку. В тренажерном зале позанималась, у меня потом болело все тело. Представляете? Вот казалось бы, в два раза больше квартира. И потом появились вот эти вот швабры, но они появились раньше, просто так они популярны стали. Не обычные швабры, а вот с такими веревочками-то, всякие разные. И что-то мы решили с мужем попробовать купить. И знаете, я приноровилась. Вообще так здорово получается. И качественно получается мыть пол, если предварительно пол хорошо пропылесосить. Когда я жила с родителями, я никогда не пылесосила пол. Я просто его мыла, и все. И как бы весь мусор, ну просто тряпкой собирала. А муж меня научил пылесосить тщательно. То есть весь мусор, вся пыль основная, она собирается в пылесос. И тряпкой просто как бы протираешь уже такую пыль, которую пылесос не соберет. И получается достаточно качественно мыть полы. Вот все углы точно так же можно и плинтуса швабры пройтись, что собственно я и делаю. Конечно, поколение наших мам и бабушек скажет, что мы в край обленились. Я согласна полностью, потому что я уже не представляю своей жизни без... Доченька, пылесос там нажимать. Не представляю своей жизни без стиральной машины. Сейчас, конечно, еще облегчение. У меня есть посудомоечная машина. Буквально чуть больше года назад я мыла руками посуду. И вспоминаю это время просто с ужасом. Сейчас еще появился помощник. Ну тоже где-то чуть больше года назад. Робот-пылесос. Тоже спасение наше. Просто чудо техники. Но при этом я знаю, что как люди живут и жили раньше. У меня бабушка... Я снимала видео, в каких условиях живет. У нее есть крана, не течет вода. Чтобы ей добыть воду, в лучшем случае ей надо сходить до колонки и набрать в ведрах воду. А в худшем случае воды вообще нет. Если мой топят снег. Вот, собственно, естественно, у нее нет ничего. Никаких ни стиральных машин, ни посудомоечных, ни вообще ничего. И я приезжаю когда к ней и живу у нее. Подстраиваюсь под условия, которые там есть. В общем, да. Ну а мы, конечно, обленились. И даже у меня муж смеялся. Мы как-то с ним поехали тоже к бабушке картошку выкапывать. И выкопали картошку. Я не копала, я картошку собирала в ведрах. И на следующий день у меня просто тоже болело все тело. Просто. Вообще. Мышцы все забились, все болело. И муж смеялся и говорил, что у моей бабушки, которой 80 лет, физическая подготовка лучше, чем у меня. Тогда мне там было 20 с чем-то лет. Представляете? Ужас. Это, конечно, стрёмно. Ну вот так вот. Такие вот у нас реалии. По сути, у меня никакой физической нагрузки нет. В тренджорг-зал я не хожу. Ну а что я делаю? Ну сейчас единственное, я таскаю как бы веку. 11 килограмм. А тогда у меня не было еще ребенка. Я работала в офисе. Никакой физической нагрузки я, можно сказать, не знала. Ну то, что не знала. Я ее просто не выполняла на ежедневной основе. Так что вот так вот. У нас бабушки еще ого-го. Ну, которые вот особенно в деревнях живут, да. Я, конечно, очень рада, что у меня бабушка двигается. Она работает в огороде. И зимой снег кидает и воду таскает. Движение – это жизнь. И очень здорово, что так. Потому что если ляжешь от своих болячек, да, то потом вообще не встанешь. И себя, конечно, тоже надо заставлять двигаться. Движение – это жизнь. Движение – это жизнь. Движение. А теперь смотрите, что тут творится. Красота! Сейчас я буду это все разбирать. И ложить красиво. Зато помогла. Мы тут маленечко закупились. Ну просто тысяч на пять где-то. Немножко позаканчивались продукты. И кое-какие бытовые вещи. так яиц купили, тут у нас 30 штук и 10, 40 штук яиц взяли. У меня рука обожгла, не обращайте внимания. Так, сейчас будем смотреть, что купили в спаре. Были в магазине оптовых цен находка. Так, это тоже спар. Сейчас буду вам показывать. Ну, буду так показывать все подряд уже, да? Сок был в такой максимум. Это не сок, это нектар. Что-то 30 с чем-то рублей всего стоило литр в спаре. Мицеллярную воду себе взяла, у меня кончилась. Тут вроде прикольная такая, с дозатором. То есть, так нажимать. Под низку сюда можно положить и вот так нажимать, и под низку будет равномерно мокрым. Попробуем. Я такую еще ни разу не покупала. Надеюсь, что понравится. Стоило что-то чем-то рублей. Опуласкиватель для посудомойки закончился. Нужно долить. Ну, тут какие-то сосисочки. Это мужу на работу. Иногда он берет с собой потом тут викули пюрешки. Купила она тут в последнее время, за 5 столовых есть. Такой. И вот такую пюрешку Тёмы. Викули в такой вот комфоте пол по акции. Вкусненький она любит. Такая растишка со штучками тоже. Не побаловаться. Сливочное масло. Дальше хлеб батон резной. Мука. Вот такая. Первый раз берем. Цена хорошая была. 65 рублей за 2 килограмма. Курица. Комбаска. Комбаска наша любимая. Только ее стараемся брать. И рис. Викули в кашке варить. Такой вот на кашу беру. Самый простой, самый недорогой, круглый. Хорошо разваривается в кашу. И масленку взяла. Потому что нашу я разбила. Теперь у нас новая масленка. Это у нас был магазин с парой. Вот такой вот чек. Такие цены. Кому интересно. Ставьте на паузу и смотрите. Вообще полторы тысячи практически. И давайте приступим к следующим покупкам. Открыли для себя вот такой вот магазин. Находка. Не то чтобы открыли. Нам посоветовали туда съездить. Это что-то типа светофора. Тоже магазин низких цен. По оптовым ценам якобы. Вот мы туда съездили. Мы ездили туда за определенным товаром. Но такого товара там не было. И давайте я вам покажу, что мы там взяли. Взяли мы тоже на полторы тысячи рублей. Так, это я не видела, что такое. Там ушная на себе взяла. Находка. Жареный. Рыжий жареный в кокосовой лазуре. Все понятно. Так, молоко. Взяли ультрапастеризованное молоко. Мы берем его, потому что обычное молоко мы просто не успеваем выпить. Молоко у нас пропадает. Вот такое молоко. Стоило порядка 54 рублей, насколько я помню. Мы взяли сразу побольше. Три упаковки, так как это молоко не портится. Взяли три штуки. Пусть стоит. Дальше. Ради чего мы ездили? Ради вот такой вот тушенки. Но видите, это какая банка здоровая. Обычных банок не было. Вот эта тушенка очень хорошая. Я как-то говорила, что вот такая тушенка раньше продавалась в светофоре. Была потрясающая тушенка. Она стоила около 80 рублей. Она очень вкусная. Мяса очень много. Сейчас она из светофора из нашего пропала. И вот родственница сказала, что вот в этом магазине находка продается эта тушенка. Но нам вот такие банки, они куда вот ее? Она такая здоровая. Нам такой большой объем, он не нужен. Нам нужна обычная. Ну, в общем, взяли одну баночку. Стоила вот эта банка. Сейчас я посмотрю. Сто двадцать три рубля девяносто девять копеек. Сколько тут грамм-то получается? Тут, видите, больше полкило. Сто двадцать грамм. Очень много. Дальше взяла вот такую вот сардину. Тоже вот такой фирмы. Мы брали с Айру. Вкусная сардина. Не знаю, попробуем, что она себе представляет. Потом я имбирь себе беру. Я люблю имбирь. Я его могу есть совсем абсолютно. Любое мясо кушаю. И в прикуску имбирь. Триста грамм. Он что-то сорок... Пятьдесят рублей сорок девять девяносто девять стоила. Тоже очень выгодная упаковка. Потому что в магазинах рублей восемьдесят будет стоить. Потом вот такой вот томатный кетчуп тоже стоил. Около пятидесяти рублей. Потом сыр. Здесь написано, что без заменителя молочного жира. Голландский. Цена четыреста рублей. У нас так подорожал сыр. В спаре пятьсот пятьдесят рублей сыр стоил. Решила взять тут. Попробую. Не знаю. Но вроде внешне он мне нравится. Как на вкус? Еще предстоит узнать. И сгущенка Алексеевская. Самая вкусная сгущенка, которую мы когда-либо пробовали. Это большой объем. Штат пятьдесят грамм. Победитель. Контрольная закупка. Тоже у нас... Я посмотрела в магните. Вот такая пачка стоит двести рублей. Сто девяносто девять девяносто. А мы взяли за сто тридцать девять рублей. Да. Сейчас я вам покажу. Вот сто тридцать девять рублей. Молоко сгущено. Очень вкусно. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. И вот такие вот подгузники тоже взяли в этом же магазине. Пятьсот с чем-то рублей. Пятьсот сорок девять рублей пачка стоила. Викуля уже ходит на горшок. Но на ночь и на прогулку мы пока еще подгузник одеваем. Потому что она не может долго терпеть. Это вот такие были у нас покупки в магазине «Находка». В общем, цены еще раз показываю. Смотрите. И последнее, что у нас осталось, это магазин «Ситна». Это у нас в Магнитокорске находится производство. В Чернской области. А, кстати, помидоры это я в магните взяла. Вот «Ситна». Взяли макароны. Вот такая вот перемешинка, паучинка, да. И вот такие вот пакетики лапша. И такие плоские. Очень вкусные. И взяли вот, в общем, две пачки. И там уже взяли мы яйца, которые я показывала вначале. В общем, вот такие вот покупки. Ну, около пяти тысяч. Все это нам обошлось. Яйца очень дорогие. Семьдесят рублей у нас десяток стоят. И, в общем, начинаю его на улице. Мы вышли гулять. У нас время уже вечер. Пять часов где-то. Ой, продолжается. Продолжается у нас в обе лето. Хоть на улице пасмурно. Кажется, что холодно. С утра был даже дождь. Но температура 15 градусов так тепло. Вот мы в такую хорошую погоду и вышли погулять. Немножко подышать свежим воздухом. Сейчас буду вам рассказывать наши новости. В общем, рассказываю вам наши новости. Нас растемнило. Пока мы гуляем. Очень удачно мы Викулю переселили в зал. Она спит теперь в своей кроватке, наконец-то. Ну и наше достижение. Это мы перестали пить кефир ночью. Чему я очень-очень рада. Потому что наш стоматолог ругался. И говорил, что это плохо. Ну и мы отказались от соски. Я очень рада. В два года. И получается практически в два месяца. Ой, не вспоминает больше про нее. Я очень-очень рада. Все, пришли мы с прогулки. Сейчас буду готовить кушать. И ждем нашего папу с работы. Сходите сейчас с дочерью за картошкой на балкон. В этом году закупили картошки. Буквально один мешок. Что-то не очень вообще картошка. И не знаю, сколько она у нас пролежит на балконе. Будет храниться. В этом году вообще картошка дорогая. 30 рублей за килограмм мы взяли. В некоторых местах до 38 доходят цены. Пишите, какие у вас цены на картошку. Опытом. В розницу у нас вообще по 40-45 рублей. И, наверное, буду заканчивать на этом видео. Буду тут уже заниматься готовкой. Видео достаточно длинное и так получается. Спасибо вам большое за просмотр. Жду, как всегда, вас в комментариях. Оценивайте это видео. И скоро с вами увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok